Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем. Сейчас очень важная родительская тема. А именно, как нам разговаривать с детьми о том, о чем нам сложно с ними разговаривать. Ну или, как говорить с детьми на сложные темы, или так называемые сложные темы. Почему так называемые? Потому что мы не всегда знаем, что скрывается под этим понятием. Обычно, когда упоминаются сложные темы, упоминают в первую очередь три направления. Одно направление, непременное, это все, что касается секса, интимных отношений. Второе направление, это то, что касается жизни и смерти. И третье, это то, что касается дурных компаний, дурных привычек и так далее. Для начала нам надо с вами поговорить о том, как темы становятся сложными. Не правда ли это любопытно? На тысячи и тысячи тем мы можем говорить с детьми. И вдруг, в какой-то момент, у нас прилипает язык к гортани, или к небу, и как будто не отодрать нам его. Как будто что-то происходит с нами, мы не можем раскрыть рта и спокойно говорить о том, о чем спрашивает нас ребенок. Я вам напомню, как это происходит. Подходит пятилетний, шестилетний человек к нам, к маме, к папе, и говорит, ну, например, мама, это правда, что мы все умрем? И мы совсем не знаем внезапно, как на это реагировать. Или, мама, откуда я взялся? Ой, мы совершенно были не готовы. И сколько бы раз не разговаривал с нами Дима или кто-нибудь еще о том, что это такая же тема, как все остальные, как будто маленький бесенок вселяется в нас, и мы не можем ничего сказать. Значит, во-первых, я напоминаю вам в двух словах о нашей главной практике. Всегда, всегда, если вдруг мы начинаем чувствовать себя неудобно, что мы делаем? Сейчас вы можете это произнести без меня. Глубокий вдох. Всегда. Дальше, если у нас хватает времени, мы об этом вспоминаем, а я очень это рекомендую. Быстренько пробежались по телу. Вот обратили внимание, как вдруг от чего-то ладошки стали влажными. Например, или коленки задрожали, или кулачки сжались, или что-нибудь еще. Потому что, как только мы обратили на это внимание, мы получили код доступа. Мы можем изменить ситуацию. Как темы становятся сложными? Я думаю, что вы догадываетесь, на всякий случай я это произнесу. Эти темы когда-то нам были поданы как сложные. Ведь когда мы еще маленькие, мы считываем огромное количество кодов, считываем их интуитивно. Ну, например, достаточно ребенку услышать в ответ на свой вопрос, не будем сейчас об этом говорить, или ты еще маловат, или, слушай, я сейчас очень занята, пойди задай этот вопрос папе. Иными словами, достаточно ребенку раз-другой увидеть маму или папу в неудобном для них состоянии, и моментально он запоминает это и запоминает на всю жизнь. Даже если у него самые открытые, самые прекрасные, как все вы, я уверен, родители, он понимает, что есть какие-то уголки, в которые заходить не стоит. Есть в этом и еще один аспект. В тот момент, когда я, ребенок, вижу, что ставлю маму или папу в неудобную ситуацию, я хочу этого избежать, я ведь их действительно люблю, они для меня действительно очень дороги. И на вот этом же самом интуитивном уровне я совсем-совсем не хочу их толкать куда-то, где им будет неудобно. И тогда уже после первого раза, а уж после второго точно, я стану избегать этой темы и как будто говорю себе, лучше об этом я поговорю с приятелями, лучше я загляну в интернет, лучше я найду какие-нибудь другие источники информации, только не мама с папой. Еще раз, ребята, не потому что мы плохи, не потому что ребенок начинает считать нас плохими, потому что он понимает, что это не принято говорить на эту тему, что это неудобно, что, наконец, он ставит нас в непривычное, неудобное положение и совсем-совсем не хочет этого делать. Значит, это то, что касается теории. Теперь, то, что касается практики, ну, понятное дело, что основной совет мой, я думаю, что вы угадываете его, ну, конечно, говорить. Понять, что с нами происходит, происходит физически и говорить. Ведь действительно, если мы с вами задумаемся, все те темы, которые я упомянул, равные все остальные, которые могут быть отнесены к так называемым сложным темам, ничем не отличаются от всех остальных. Очень часто у нас не хватает словарного запаса, у нас не хватает аппарата для того, чтобы на эти темы разговаривать. Ну, я приведу вам самый простой пример, как не поговорить о сексе. Так случилось по самым разным причинам, но в первую очередь по той, которую я уже упомянул, что у нас не хватает слов для того, чтобы об этом говорить. Ну, посудите сами. Когда мы говорим о том, чем девочка отличается от мальчика, что мы можем сказать? Что у мальчика есть писька, а у девочки писька? Странно устроено это в русском языке. И для начала нам нужно, чем раньше, тем лучше, озаботиться этим самым словарным запасом. Ну, например, вспомнить слово «пенис». Например, вспомнить слово «вагина» и понять, что эти слова более чем употребимы. Вы скажете, наши родители с нами так не разговаривали. Не разговаривали по тем самым причинам, о которых мы уже поговорили. Стеснялись, боялись. Ярко и сильно восприняли тот месседж, что сообщение, которое шло к ним от их родителей, от общества, от учителей и так далее. Это очень-очень важно, чтобы наши дети чувствовали и понимали, что мы легко можем разговаривать на самые-самые разные темы. Что нет тем, которые оказываются под запретом. Что нет тем, которые приводят нас в выступление. Этот самый словарный запас делает почти любую беседу легкой и понятной. Сейчас бы дать вам домашнее задание, которое крутится у меня в голове. Давайте я его упомяну, а потом мы продолжим. Попробуйте понять, какие темы являются для вас сложными. Попробуйте понять, от чего наше тело немеет, от чего пересыхает во рту, от чего язык как будто прилипает к небу. Зачем это делать? Потому что если вы это проделаете, этими темами вы можете и озаботиться. Причем озаботиться по-разному. Есть прекрасный инструмент, который мы много раз с вами упоминали, когда мы берем лист бумаги и ручку. И просто пишем основные понятия, относящиеся к этой теме. А бывает так, что мы можем поговорить с женой, с мужем, с другом. Поговорить на эту тему. Натренировать разговор на эту тему. Ведь тематические табу, они действуют довольно жестко и очень-очень тотально. Мы очень часто даже между собой не разговариваем. Например, о смерти. Например, о сексе. В самом прикладном смысле этого слова. И вообще о страшном или неудобном. Так вот, разговориться об этом очень-очень важно. И не только для себя, но и для наших детей. И не только для наших детей, но и для самих себя. Значит, после того, как мы научились об этом разговаривать, нам стоит подумать на следующую тему. А может быть, имеет смысл начать какой-то разговор до того, как ребенок придет к нам. Я приведу вам только один пример. Он имеет отношение как раз к области интимных отношений между мужчинами и женщинами. Я много раз приводил эту цитату, но приведу ее еще раз. Это стоит того. Знаете, Жан-Жак Руссо, великий философ, мыслитель, писатель, когда-то сказал примерно так. Он сказал, если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимоотношении полов для ребенка до его 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Оцените эту мудрость, настоящую мудрость, на мой взгляд. Что имеется в виду? Что, как мне кажется, имел в виду великий просветитель Руссо, имел в виду, как мне кажется, он следующее. Если ребенок не узнает об этом вовремя, он узнает об этом не от нас. А когда он узнает об этом не от нас, он узнает об этом в таких словах, в таких выражениях, в которых нам бы точно не хотелось, чтобы он об этом узнавал. Правда же? У многих из вас именно так и произошло. Что делать? Делать так, чтобы он узнал об этом от нас и в той форме, и в тех выражениях, в которых нам кажется верным. Это очень-очень важно. И отнести это можно абсолютно к любой теме. Нет ребенка сегодня, нет, ребята, ребенка, который до 8-9-10 лет не задался бы вопросом, откуда я взялся. Не задал бы себе вопрос, почему мама с папой спят отдельно от меня. Не задал бы себе вопрос о том, что такое секс. Это слово он слышал много. И думаю, что часто, чем взрослее он, тем чаще он это слышит. То же самое относится к теме смерти. То же самое относится к теме наркотиков. То же самое относится ко всем тем темам, которые я упоминал и не упоминал, которые вы знаете без меня. Значит, если мы оказываемся с вами в ситуации, в которой человеку, например, уже 8 или 9 лет, а мы вовсе не разговаривали об этом, надо заботиться тем, как об этом поговорить. Давайте я дам вам несколько практических советов. Знаете, меня довольно часто спрашивают, как говорить о смерти. Ну что, сесть и разговаривать, ну что, и сказать, все мы умрем, деточка, не расстраивайся, или наоборот расстраивайся, и так далее, и так далее. Нам вовсе не обязательно самим выдумывать какую-то историю. На помощь нам приходит литература, приходят книги. Ну, например, если мы собираемся поговорить о том, что все мы смертны, и вообще о том, как устроена смерть, мы можем взять книгу, одну из самых тонких и удивительных книг на эту тему, которую я знаю. Написала ее писательница Анжела Нанетти, и называется она «Мой дедушка был вишней». Я не стану рассказывать вам сюжет, не стану раскрывать все тайны этой истории, я просто могу вам посоветовать. Прочтите. Прочтите вместе с ребенком, если вы опасаетесь, прочтите сами до этого, а потом прочтите вместе. Книга хороша еще и тем, и это, и другие. Хороша еще и тем, что книги можно обсуждать. Как будто не вы создали этот рассказ, его действительно создали не вы, и рассказ становится основой для разговора на самые разные темы, на те самые сложные темы. Хороший писатель подсказывает нам направления, в которых мы можем двигаться. Или другая книжка на другую тему, на тему, откуда мы появляемся на свет. Прекрасный писатель Питер Мэйл написал когда-то книгу, скажу ее название по-английски, «Where did I come from?» «Откуда я взялся?» Книга устроена очень просто, в ней прекрасные картинки, и в ней шаг за шагом объясняется детям и объясняется нам. Заодно, как устроена интимная жизнь, как получается так, что вдруг зарождаемся мы, как происходит так, что мы появляемся на свет. Поверьте мне, происходит это без малейшего оттенка пошлости или чего-то неприличного. И снова книжка приходит к нам на помощь. Книги есть на самые-самые разные темы. Видите, я не могу угадать, какие темы вы, лично вы, считаете сложными, когда вы сделаете домашнее задание, вы это узнаете. А после того, как вы узнаете об этом, поищите. Это самый простой способ поговорить на любую из тем. Живем мы в таком мире, в такую эпоху, когда кроме книг есть еще и фильмы, есть ролики. Иногда даже можно говорить о каком-то музыкальном произведении, музыкальной композиции, которая так или иначе задает нам какую-то тему. Когда мы инициируем разговор на какую-то тему, мы можем сделать это по-разному. Мы можем либо ответить на какой-то запрос, который был до этого. Слушай, помнишь, мы разговаривали или, слушай, помнишь, ты спрашивал, например, так, или, слушай, я вот тут книжку купил, она мне показалась очень-очень любопытной. Давай полистаем вместе. Или, у нас сегодня на работе был такой разговор, обязан тебе рассказать. Или, слушай, я подумал, что когда мне было столько лет, сколько тебе, мне было ужасно, интересно, про и так далее, и так далее, и так далее. Как видите, легких входов очень много. Но вернусь к самому главному. Нам важно не перетягивать с этими самыми сложными темами. Знаете, очень часто слышишь такую взрослую шутку. Ну, что рассказывать ему или ей, 11-12-летней, об этом, ну, о сексе, например? Они сами могут нам все рассказать. Ха-ха-ха. Это опасная шутка. Потому что если они сами могут нам все рассказать, значит, мы опоздали. И то, что они могут нам рассказать, они нам уже точно не расскажут. Правда же? В тот момент, когда мы до определенного момента закрываем какие-то темы для наших детей, нам уже не войти туда. Правда же? И тогда, когда возникает любая необходимость поговорить на тему ухода близкого человека, смерти близкого человека, на тему того, что есть дурные привычки, как от них избавляться, как оберечься от них, на тему того, что существуют противозачаточные средства и так далее, и так далее, вот тогда и возникает этот самый эффект прилипания языка к небу. Вот тогда мы и обнаруживаем, что мы не умеем про это разговаривать. Вот тогда и выясняется, что единственный способ разговора это почти всегда напряжение, чтобы не сказать скандал или такое угрюмое молчание, а вось как-нибудь обойдется. Так же, дорогие друзья, подводя итог, нет никаких сложных тем. Есть темы, которые мы с вами делаем сложными. И выход из этой ситуации, из этого лабиринта сложных тем только один. Понять, как это у нас устроено. Очень прошу вас, не ленитесь, пожалуйста. Проделайте эту работу, вы, скорее всего, получите большое удовольствие и по пути сделаете много-много самых разных открытий. Например, выясните, как тема стала для вас сложной. Например, удивленно обратите внимание на то, что и с самыми близкими людьми вы почему-то об этом не разговариваете. А дальше, а дальше поговорите. А дальше найдете в этих темах новые оттенки. А дальше сможете поговорить об этом с самыми любимыми людьми. С детьми удачи, пока.